Всем привет! С вами Полли. Сегодня я хочу вам рассказать об одном конкурсе для художников, в котором можно успеть поучаствовать, если вы любите конкурсы. Также не забудьте подписаться на этот канал, если вы хотите в дальнейшем получать информацию о разных конкурсах для творческих людей, о которых я периодически рассказываю. Этот конкурс называется «Золотая вертушка». Конкурс организован в рамках китайской шанхайской международной детской книжной ярмарки и при участии прессы и публикации Шанхая. В прошлом году, в 2020, было 2238 художников из 77 стран. То есть, можно предположить, что в этом году будет тоже большое количество участников, но тем не менее, можно поучаствовать, если у вас есть желание. Участие бесплатное, но участник может быть только в возрасте с 16 до 39 лет. На сайте указано, что если вы хотите принять участие в этом конкурсе, вы должны быть рождены с 1 января 1982 года до 31 декабря 2005 года. Я попадаю в эту категорию, если вы попадаете, то тоже я вам рассказываю эту информацию, может быть, у вас будет желание поучаствовать. То есть, это конкурс, как указано, для молодых иллюстраторов. Вот приятно ощущать себя молодым, свежим, энергичным, творческим человеком. Сказано, что можно предоставлять иллюстрации на бумаге, нарисованные, либо созданные на компьютере в цифровом виде. В любом случае, все работы, которые участники должны будут предоставить, они изначально будут предоставляться в цифровом виде. Это формат JPEG или PNG. И каждая работа до 20 мегабайт, разрешение 300 ДПИ или выше. Вот. И результаты конкурса будут 2 сентября 2021 года. Работы принимаются до 28 июня. Я сама только сегодня узнала об этом конкурсе. До 28 июня совсем чуть-чуть времени осталось. Нужно успеть поучаствовать. И я желаю всем удачи, кто захочет принимать участие в этом конкурсе. Указано, что в конкурсе «Золотая вертушка» будет 50 финалистов. И там есть награды. Первый победитель получит приглашение на Болонскую ярмарку детской книги в 2022 году. Присключает в себя авиабилеты эконом-класса и проживание. То есть, чтобы победитель смог приехать, посетить ярмарку. Еще будет подарен какой-то трофей и сертификат. Следующая победа – это будет награда, приглашение в Шанхай в 2022 году. Тоже какой-то трофей, какой-то сертификат. Авиабилет и проживание тоже прилагаются к подарку. Еще будет какая-то номинация «Золотая вертушка и иллюстрация». Будет сертификат победителя. Также будет приз зрительских симпатий. Какой-то трофей и сертификат. Сказано, что приз, я вот не очень поняла, получит только один человек или каждый из 50 финалистов по 5000 долларов. Возможно, это один человек получит. Будет приз денежный. И еще будет контракт на издание книги с картинками на нескольких языках. То есть, для тех, кто хотел бы сотрудничать в качестве художника и иллюстратора, это отличный старт. И нужно обязательно попробовать свои силы. Если вас это заинтересовало, я вам оставлю ссылочку в описании, вы почитаете. Но в целом, я могу сказать, что нужно прислать детские иллюстрации, нарисованные вами, которые можно использовать в книжках для детей. И нужно, конечно, очень постараться, потому что, как я уже сказала, в прошлом году было больше 2000 участников, а в этом году, может быть, не меньше, даже больше. Пишите, пожалуйста, в комментариях, как вы относитесь к подобным конкурсам, будете ли вы участвовать, участвовали ли вы уже где-нибудь, может быть, вы что-то где-то выигрывали, может быть, просто участвовали и не выигрывали. Это все очень интересно. Пожалуйста, делитесь информацией и не забывайте рассказывать о моих видео, которые вам нравятся своим знакомым и можете их размещать в социальных сетях. Я буду очень рада. Благодарю всех за просмотр. С вами была Поля. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, нажимайте колокольчик, ставьте лайки. Всем пока!